Микрорайон Дніпропетровськ Житловий масив Тополь-1 6 червня 1997 рік Внаслідок підйому рівня грунтових вод до критичної позначки 2 метри Грунт втрачає свою несучу властивість і починає витікати прямісінько в балку Рухаючись зі швидкістю близько 20 метрів на годину В місцеві з глини та піску опиняються гаражі, будівлі дошкільних комбінатів, 9-поверховий будинок і школа Загальна площа Суву сягнула 4,5 гектари Близько 200 людей залишилися без речей і квартир 16 тисяч без електроенергії, газу та каналізації За офіційною версією, в результаті Суву загинула одна людина Однак за неофіційною, під час трагедії могли пропасти мешканці щонайменше семи квартир Сон швидко мине і почнеться страшна реальність У паніці, люди хапали саме необхідне і вибігали на вулицю Однак що рятувати? Телевізори, палаци, меблі Посмотрите на масштаб данного сооруження Це 9-працьний дом Ніякої цінності, естественно, він вже не має, так як там нічого немає Ми піднімемося з вами, спробуємо піднятися на крышу Посмотреть вид сверху Посмотреть, є ли що там внутри Скоріше вже нічого не буде, але все-таки посмотрим Ще кілька годин тому ці люди спали у своїх квартирах Навіть не підозрюючи, що за вікном стрімко змінюється ландшафт Дерева і металеві гаражі провалюються в утворену під землею порожнечу І сповзають у балку Наступний по курсу дитячий сад Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Все розрисовали, розломали Скоріше всього ми там нічого не увидим Але все ж, інтересно самим посмотреть, тому що ми самі ще там не були Показати вам, що там знаходиться Дякую за перегляд! 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 смотрит в посадке, начали валиться деревья. Он говорит, мало того, что орут, еще и в деревья валят больные. Потом смотрит, столб фонарный уходит подземленный. Столб уходит, она бегом, чем была, потом выскочила. Субтитры делал DimaTorzok Другого выхода нет, тяжело, но подалезем, чтобы посмотреть, как там. Ходился, конечно, и по залазному, но все-таки. Я скажу, что будет слазить, наверное, мне еще тяжелее. Но мы справимся и с той задачей, и с этой. Аккуратно сидеть по ноге. Ну так. Было сложно, но я залез. Желательно, если вы нигде не лазите, не повторяйте за нами, потому что все-таки опасности присутствуют. А если лазите, то делайте все крайне аккуратно. Вот мы забрались на крышу этой девятки. Если мы посмотрим в ту сторону, подойдем чуть-чуть поближе. Вот это остатки здания, это бывший садик. Там были и другие дома, но когда произошел оползень, все эти дома скатились и их засыпали. Между 7.30 и 7.40 земля под девятиповерховым будинком почала витекати у балки. З 2.00 до 6.00 вечера будівля школи частинами відвалювалася і плела балкою. З Верховцево на місце трагедії прибуде батальйон. По масиву розставлять військових. За оточення виведу... То, что мы видим, это остатки из того, что здесь было. Можем посмотреть сверху, как осыпался один из пролетов, то есть полностью один подъезд девятиэтажки ушел вниз. Возможно, это со временем произошло, возможно, это через какое-то время после оползня, то есть последствия его. Срочно езжай к 22-му дому на 1-й тополь. Ты же смог. Я пойду туда в школу. Склава шла, я только в дом упал, да вообще? Пошел, пошел. Потом начался разрушаться вот эта часть здания, а потом уже четырехэтажное здание школы. Лизничного тунелю утворилося озеро. Вода пішла у тунель. И, как я говорил в самом начале, данное здание опустело в 97-м году. То есть в 97-м году отсюда всех расселили. И мы сразу начали возить большими кразами бут, камень, щебень. И мы подпирали его и не давали стенкам, чтобы они продолжали падать. А второе мы сделали поперечную. Вода пішла у тунель. Вода пішла у тунель. Вода пішла у тунель. Но там ни оконный храм, ни мебели, ни батарей. То есть вообще ничего. Голые стены. Поэтому хотя бы рассказали вкратце, в пару словах историю данного здания и покажем немножко виды хотя бы. В течение ночи почти в два раза увеличилась площадь этого провала. Общая площадь на сегодня составила 45 тысяч кубических метров. К утру! Красиво, несмотря на то, что немножко высоко для меня. Для меня каждый залаз наверх, это как небольшое испытание. Пытаюсь залазить все выше, выше, выше. Тем самым преодолевать свой страх. Но виды красивые, несомненно. Ну все, мы будем выбираться с данного объекта. Те, кто еще не подписан, смотрят наш контент. Те, кого это интересует, подписывайтесь на канал. Будем снимать, будут выходить новые видео. Постараемся более детально рассказывать истории каких-то объектов. Где-то просто показать. Где-то, как и в данном случае, будем приходить вместе с вами в первый раз на объект. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Из экспертного заключения по аварии первой категории техногенный оползень, происшедший с 6 июня 1997 года в городе Днепропетровске на жилмассиве Тополь-1. Общие выводы. Произошедшая авария является результатом уникального природно-техногенного многофакторного явления, не имеющего аналога в Украине. Основной причиной аварии является мощное региональное природно-техногенное обводнение естественного склона, сложенного полеватоглинистыми посадочными грунтами с поднятием уровня грунтовых вод за период застройки и эксплуатации микрорайона до 20 метров, которое было неизбежно и интенсифицировалось нарушением при строительстве и эксплуатации микрорайона. И после того, как произошел оползень, все коммуникации, все трубы в срочном порядке пришлось поднимать ввысь над верхом, так как старые все были разрушены.